Каковы характеристики психопата? Отсутствие эмпатии, эгоцентричность, лживость, склонность к насилию. Я уверен, что когда речь заходит о психопатах, у тебя в голове всплывают такие образы, как Патрик Бейтман, Андрей Чикатило, Чарльз Мэнсон, Джек Потрошитель, может быть. Что это за такой психопатовый патриархат? Почему все психопаты мужики? Women. Как бы, где женщины? А они, оказывается, на деревьях, Джонни. Ну, в смысле, не они туда залезли и спрятались, а мы их туда посадили. Ну, в смысле, что женщин-психопатов достаточно много, просто мы, как общество, осознанно их не замечаем. Например, достаточно популярный метод диагностики шкала самооценки психопатии Левенсона. Во второй части теста много внимания уделяет склонности к насилию и антисоциальному поведению. А женщины-психопаты, они не такие, они типа, ну как это сказать, нежные психопаты. Они чаще прибегают к вербальному насилию. И вообще, исследования в этом направлении в основном изучают мужиков. Ну, так просто получилось, что большинство доступных для тестов психопатов, это сидящие в тюрьме за преступления мужчины. Ну, типа, вот они психопаты, их надо изучить, они опасны для общества. А ведь психопаты хороши не только в преступном мире, они отлично себя чувствуют и в корпоративной среде. Исследования показывают, что корпоративные верхушки аж до 20% могут состоять из психопатов. Ну и как бы логично, эгоцентричность, лживость, отсутствие эмпатии, это все смешиваем со стремлением к деньгам и власти, вот, залог успеха. И вот Клайв Боди, такой чел из университета Англии, Раскин, как раз является экспертом по психопатам в корпоративной среде. И он отмечает, что если опираться на те исследования, которые не зацикливаются на именно физическом насилии, то можно прийти к выводу, что опасных женщин в мире намного больше, чем считалось раньше. Принято считать, что соотношение полов примерно один к десяти, ну типа в десять раз больше мужиков. Вот это картинка. Но Боди предполагает, что на самом деле оно может быть один к одному, то есть, ну, тут равноправие. Ну вы как, с наступающим праздником эмантипации всех психопаток мира. Поздравляю. Ну не только психопаток, просто всех. Поздравляю. Гипотезу свою ученому придется еще подтверждать дальнейшими исследованиями, в том числе за пределами корпоративной среды. А пока он исследует, давай начинать. Там это, опять мем. Дум запустили на очередном рандомном предмете. В этот раз на зубной щетке. Эта забава не дает покоя всяким программистам уже 31 год. В отличие от того, как игру недавно запускали на кишечной палочке, когда каждый кадр рендерился по 6 минут. На зубной щетке она реально играбельная. Вон, парень подключил мышку и управляет. Всегда поражался тому, как у IT-чуваков смекалка и фантазия работает. Кстати, если хочешь в ту же сторону развиваться, ну, в IT, то глянь по ссылке в описании курс от SkillFactory профессия Python-разработчик. Я не буду обещать, что тебя там научат запускать Doom на куске хлеба. Думаю, что это не входит в программу курса. Но точно знаю, что на нем учат весьма востребованной профессией, зарплатой от 180к в месяц. Причем учат с самого нуля и на практике, так чтобы у тебя сразу был опыт в разработке. Под чутким руководством ментора будешь решать реальные кейсы компании и погружаться в рабочие процессы еще во время учебы. В финале у тебя за пазухой будет портфолио из шести проектов, которые не стыдно показать работодателю. Ведь партнеры SkillFactory, которые делятся кейсами, не абы кто, а настоящие большие компании, чьими названиями можно пощеголять и на собеседование, и перед друзьями повыпендриваться тоже. Проходи по ссылке в описании или QR-коду, вот он на экране. Ну, если ты хочешь на этот курс, то логично знать, что такое QR-код. И записывайся. С промокодом Стаси Карасик, как обычно, получишь скидку в 45%. SkillFactory учит тех, кого берут на работу. Когда работу получишь, тогда уже будешь там Doom на принтере запускать. Илон Маск подал в суд на OpenAI. Ну, это, это да, ты знаешь, это вот компания, сделавшая чат GPT, Дали сделавшая и недавно презентовавшая нейросеть SORA. Основным обвинением со стороны господина любителя ракет является то, что OpenAI нарушили условия договора и занимаются разработкой искусственного интеллекта не ради блага всего человечества, а ради собственного заработка. И, во-первых, а, ну, а че так можно? А может мне пойти там на оранжевый YouTube в суд подать за то, что я мозольку на писью не натер себе? Кто виноват в этом? Очевидно. Маск. Да, Илон Маск был сооснователем OpenAI, и это действительно изначально было не коммерческой организацией, но только он вышел из состава правления еще в 2018 году, и доли у него с тех пор тоже там никакой нет. Так что закономерным вопросом, а можно ли так, задаются и в суде. Компания перешла в статус частично коммерческой уже после ухода Илона. И вот тот некий договор, условия которого якобы нарушили OpenAI, это переписка в имейле, которая, по словам судебных экспертов, выглядит больше как одностороннее предложение со стороны Маска. Ну, типа, давайте, короче, вот так вот договоримся. И вроде как ему не то, чтобы кто-то это подтвердил, что да, давай договоримся. This is Elon Musk. Во-вторых, ну, блин, моралист, конечно, нашелся. Вот сейчас бы, будучи таким смаугом, сидящим на своих миллиардах и уклоняющимся от налогов, имея компанию XAI, также разрабатывающую коммерческий искусственный интеллект, упрекать кого-то в работе не на благо всего человечества. Это, конечно, вау. Более того, по некоторым свидетельствам ушел он из OpenAI как раз после попытки коммерциализировать и подмять их под Теслу для разработки и для целей, собственно, Теслы. Так что, как бы, с очень большого количества сторон это выглядит, как какие-то такие обидки и хайпогенерация. Ну, типа, а что ему стоит потратить несколько сотен тысяч баксов на судебные процессы? А я, кстати, посчитал, что стоит. Даже если он потратит на это полмиллиона, это будет одна четырехсот двадцатитысячное его состояние. Две с половиной миллионных его состояния. Это очень мало. Ну, типа, нужно сказать мало. Ну, это очень, это очень мало. Да вот они на экране, эти цифры. Да, это мало. Это мало. Это мало. Это типа ничего. Это вот такая часть его состояния. Сам принимает. Именно развитие нейроночек, вот всякими OpenAI, развитие искусственного интеллекта, позволило в том числе робототехнике очень резко шагнуть вперед за последние пару лет. Именно нейронки помогают вот такому вот, например, роботу-домработнику понимать команды обычным человеческим языком и преобразовывать их во внутренние для себя сигналы всем системам. А также и ему, и вот такому, например, милому роботу-газонокосильщику анализировать то, что он видит через камеры и благодаря нейронкам ориентироваться в пространстве. Но, на мой взгляд, самый большой прорыв случился именно в обучаемости роботов, которые сейчас могут научиться выполнять какой-то тип задач, просто поделав их какое-то количество раз в режиме, когда человек пилотирует ими в VR, или даже просто посмотрев видео выполнения этих задач, и затем справляться с ними и адаптироваться под условия самостоятельно. Напомню, еще 15 лет назад Boston Dynamics были единственной компанией, которая выпускала около 5 видосов в год о развитии своих роботов, и каждый из них был большим событием. Сейчас буквально каждую неделю какая-то еще новая компания показывает, что достигла какого-то еще очередного момента, о котором мы до этого думали только, ну, что в научной фантастике возможно. Ну, вот, например, китайский Uni3 H1 поставил рекорд скорости бега для роботов-гуманоидов в 3,3 метра в секунду, то есть почти 12 километров в час. А также он умеет высоко прыгать, что кажется не таким уж и большим прорывом, но на самом деле это круто для роботов на электромоторов, потому что прыгающий Atlas от Boston Dynamics работает на гидравлике, которая намного дороже и сложнее в обслуживании. Быстрая обучаемость сделала уже больше не абсурдным направление гуманоидных роботов, вот таких как Optimus, той же Tesla, Илона Маска, который вот именно с помощью нейроночек и обучается выполнять всякие человеческие задачи. Быстро и легко обучается задачам по просмотренным видосикам и робот-фигур. Я вот уже показывал, как он кофе заваривает, а сейчас, научившись, повторяя за оператором-человеком, он может самостоятельно выполнять команду, типа, возьми вот те ящики и отнеси вот туда. Адаптируясь под помещение, форму груза и прочее. И поэтому сейчас роботов смогли начать обучать многим мелким штукам, которые, ну, нам, мясным гуманоидам, кажутся элементарными. Но на самом деле это результат миллионов лет исследовательской работы эволюции. Toyota вот работают над мягким, покрытым надувным, ну, типа, телом андроидом, который благодаря этому может не только брать что-то непосредственно кистями рук, но и обхватывать предметы на всю длину рук, складывать что-то на плечо и так далее. А канадская компания Sanctuary AI буквально только что показала видео, где их робот Phoenix, обучившись вот так же, повторяя действия за оператором-человеком, теперь может своими кистями рук не просто самостоятельно выполнять задачи с хватанием и переставляем предметов разной формы и твердости, а что самое жуткое, посмотри, делать это с вот такой скоростью, с почти человеческой. Это уже ни хрена не медлительный робокоп, который ходит со смешными звуками. Это без двух минут гангста Чапи. Киборг-убийца. Чтобы тебе был понятен масштаб сложности этого процесса, человеческая рука подсознательно, ну, уже сразу знает, в ней запрограммировано, и они интуитивно применяются, около 33 Eigengrasps. Это такой, я не знаю, как переводимый термин из робототехники, типа базовые хваты и какие-то положения кисти, чтобы взаимодействовать с разными предметами. Ну вот, понятный пример. Робот, как мы, не знает изначально, что, о, это кружка, понятно. Чтобы удобно схватить, нужно вот так вот взять, а снизу мизинец подсунуть, вот и ты держишь. Ты же не задумываешься о том, что у тебя мизинец вот сюда подсунулся, чтобы эту ручку стабилизировать. И вот теперь роботу не нужно это, ну, кодировать, писать программу под каждую форму кружки с нуля. Он просто как человек на физиотерапии, там, после инсульта, просто достаточно много раз повторяет движения за оператором, и все, нейросетка выучит основные базовые вот эти какие-то моторные приемы. Так что, ну, интересно и немножечко страшно, что будет дальше. Ну, я думаю, что пока роботы не научатся спиваться, впадать в депрессию и становиться бомжами, нам, людям, остается еще чем заняться в этом мире. К светлому будущему мир движется немного разными путями. Иногда творится некоторое хз вообще что. Например, сейчас они строят долбаную линию. Сумасшедшие шейхи ее реально строят. Мошанники! Пару лет назад вирусилась новость о том, что в Саудовской Аравии собираются построить мегаздание. Город под названием Линия. Линия, потому что, ну, это 170-километровая зеркальная прямая. Отрезок, если быть душным. Тогда все посмеялись, что это очередной эксцентричный проект обезумевшего от денег шейха, который дальше концепта не зайдет. Художники и аниматоры на вот этих 3D-рендерах денежки заработают, но ни один архитектор в здравом уме за него не будет браться. Ну и у урбанистов всяких, и ученых. Сразу возникла куча обоснованных вопросов. Как будут реализованы некоторые очень важные для города с населением в 9 миллионов человек, именно столько они там собираются разместить, вещи, на которые, кстати, до сих пор ответа никто так и не дал на эти вопросы. Ну, к примеру, если мы откинем какую-то там совсем фантастику про сферы Дайсона и прочее, в этом городе длиной 170 километров, высотой 500 метров и шириной 200 метров планируется только один бизнес-центр, где-то в середине. То есть по утрам на работу людям со всей длины этой штуки нужно будет переться, ну, одновременно в центр. На поезде, который там, ну, типа, линии какие-то поездов будут проложены, но представляешь, сколько времени занимает проехать 80 километров с остановками, с достаточно частыми, это типа город, это городские условия. Один из selling point линии это то, что она будет zero emission, то есть без каких-либо вредных выбросов. Все на электричестве, ветряках, солнечных батареях, которые, кстати, ну, в проекте нигде не показано, где они вообще будут размещаться. То есть, возможно, там еще целую пустыню придется солнечными батареями застроить. Так что, как бы добыча пресной воды в Саудовской Аравии по сей день, возможно, только с огромными загрязнениями, потому что, ну, там, ну, нет пресной воды. А тут город с населением, как два Санкт-Петербурга. Как обеспечить такое количество людей питьевой водой? Как ее будут доставлять так, чтобы это было zero emission? Ну, это вообще даже примерно непонятно никому, даже в фантастических сценариях. Но при этом, при всем, этих нерешенных вопросов еще очень много. Они уже вовсю строительные работы ведут. Прокопали во всю длину канал и полным ходом забивают сваи. На строительной технике, работающей на ископаемом топливе. Ну, на солярке. Естественно. Это как бы еще такая капелька к тому лицемерию, как линия не оставляет следа на экологии, как она zero emission. Никакого выброса углерода дополнительного. А еще там, скорее всего, работают люди на рабских условиях. Не арабских, а рабских. Как будто Антон тоже два раза сказал. Рабские условия. Проблема рабского труда очень актуальна там. В арабских странах рабский труд. Да. Это не смешно. Смешно, как сложилось. А в целом не смешно. Не смешно, что так сложилось. И оно будет футуристичным, удобным, продуманным. Обитателям будет в нем классно и комфортно. И никто не будет там умирать, чтобы обеспечить его существование. И вообще не получится из этого какая-то стремная антиутопия. Но что-то как-то я все-таки со скепсисом к этому отношусь. Больше похоже на то, что какой-то безумевший диктатор снюхал одну линию и решил построить другую. А его облепившие жополизы, которые из него, как это, как клещи, кровь, сосут деньги. Только говорят, да-да-да, отличная идея, да-да-да-да, ты только денег нам дай. Мы тебе нарисуем линию там. Вертолеты летают. Zero Emission. Блин, есть столько полезных вещей, на которые можно потратить деньги. На Boosty наш подписаться в конце-то концов. И становясь нашим спонсором на Boosty, понятная, очевидная польза. Можем существовать мы, коллектив, производящий выпуски новостного блока. И ты будешь продолжать видеть выпуски новостного блока. Ну это же классно. А еще доступ получаешь в чат, где можно новости свои предлагать для следующих выпусков. Будешь увековечен в наших сердцах. Да, да, да. Да, и никаких подозрительных линий. И пирамид не останется, но мы тебя будем помнить. Почему пирамид не останется? Ну пирамиды тоже кто-то, когда строил, увековечивал себя. Маврот? Да нет, мы из земли, которые пирамиды. Сон принимает. Возможно, это мое предположение. Но кажется, я нашел самого креативного бомжа с настоящим мышлением миллионера. Голливудский риэлтор не бомж. Эмили Смит вернулась из отпуска и пошла проверять красивую недвижку, которую она планировала продавать. Особняк площадью 800 квадратных метров. И обнаружила, что оригинальный замок, который там стоял, срезан. Установлен новый, а через окно видно, что в особняке на кровати чилит какой-то помятый скуф. Естественно, риэлтор вызвала ментов. Они приехали, постучали в дверь, как бы ноль эмоций. Поорали на мужика в громкоговоритель, ноль эмоций. Тогда приехал целый отряд вооруженных полицейских. Они еще как-то громче покричали на дом. Им двери открывает какая-то онлифанщица. Ну, это не обзывательство. Человек, работающий на онлифанс. Оказывается, за две недели, пока дом был без присмотра, какой-то бомж, обычный голливудский бомж, проник в здание, обосновался там и оформил бизнес. Накидал самопальный договор аренды и начал сдавать комнаты онлифанщицам за 2000 долларов в месяц. Ну, чтобы они там могли снимать контент. Всего у этого сквотера-сутенера было где-то 5 арендаторов. 10 косарей за две недели. Ну, как бы неплохо. Дом за это время превратился в настоящую помойку. Везде насрано. Как в переносном, так, кстати, и в прямом смысле. Ну, то есть, отрывались там на полную, челы. Мне эта история кажется по-своему вдохновляющей. Потому что, ну, вот если в жизни что-то пойдет не так, получается, что всегда можно стать голливудским бомжом, который сдает чужие дома онлифанщицам. По-моему, кайф. Ну, главное изучить расписание риэлторских отпусков, да. Прошло всего два месяца, а 2024-й уже зарекомендовал себя как год горбатых китов. Сначала ученые вступили с горбачом в диалог. Кво горбатым китом назвал? Потом сняли танец двух горбачей. А теперь впервые за все время удалось задокументировать момент спаривания двух особей. Прикинь, никогда никто этого раньше до сих пор не видел. Но при более внимательном рассмотрении фотографий выяснилось, что оба кита были самцами. Вот это поворот! Вот так вот, светло-синие киты. Они горбатые, ну и на горбатую гору, значит, отправлялись вдвоем. Шах и мат-скрипоносцы, утверждающие, что гомосексуализм это неестественно, и в живой природе так не бывает, получается. Ну, вряд ли китам кто-то повесточку навязывал. Остается вероятность, что это был не акт, а просто дружественная подводная стыковка, а потом они, как все нормальные пацаны делают, мирно поплыли в подводную качалочку, бицухи на плавниках качать. Достаточно стрёмная часть истории в том, что кит-пассив был травмирован недавним столкновением с судном и сильно ослаблен. Актив гонялся за ним и совершал свои уколы любви. Не исключено, что без обоюдного согласия. Ну, учёные не выучили китовый язык достаточно, чтобы опросить обе задействованной стороны. Ну, ничего, у нас впереди ещё 9 месяцев 2024 года. Прям жду не дождусь новых новостей из мира горбатых китов. Может окажется, что они там в чужие особняки вламываются и онлифанщицам сдают для съёмок комнаты. Даже если ты онлифанщица-психопатка, особенно если ты онлифанщица-психопатка, ставь лайк этому выпуску, подписывайся на Бусти. Это всё очень помогает каналу существовать. Независимо от того, психопатка ты или нет, с 8 марта. С вашим. Жанна! Да что, не трогай меня. Так, иди убирай своё угодно из крыльца. Из крыльца убирай. Что такое срать? Иди убирай. Иди давай. И всё. Я пошёл смотреть, сколько стоят билеты в Калифорнию. Пока-ки.